Добрый день. Ну, соответственно, если мы говорим про молекулярную диагностику рака лёгкого, надо понимать, что на сегодняшний день, если говорить о назначении довольно понятных препаратов, то речь идёт только об аденокарциномах, а это всё-таки меньшая часть больных раком лёгкого. На самом деле есть ещё один молекулярный тест. Это общая мутационная нагрузка. Ну, я немножко потом на этом остановлюсь. Всё-таки мне кажется, что статус курения играет куда большее значение, чем мутационная нагрузка, если мы говорим про практическое использование тестов. Поэтому на сегодняшний день это только не плоскоклеточный рак лёгкого. Ну, соответственно, здесь перечислены мишени. Я так понимаю, что про ИДЖФР мутации, АЛК транслокации, РОС транслокации и отчасти БИРАФ мутации уже эта информация успела порядком надоесть. А вот отношение относительно таких доступных мишеней, ну, например, активация гена ХЕР-2, где вроде бы и препараты есть, это, как правило, в общем-то немножко упускается из поля зрения, потому что нет попытки маркетинга и регистрации препаратов, ну и, соответственно, нет информационного шума. Ну, с ИДЖФР мутациями самая, на самом-то деле, очевидный тест. Много раз видели эти слайды. Действительно, если обнаружим в этом мутации ИДЖФР, то это 20% всех пациентов с раком лёгкого, то здесь несомненный эффект от ингибиторов ИДЖФР. И поэтому том, что сейчас убеждать, что надо делать это тестирование, никого не надо, это как раз, наверное, один из немногих таргетных препаратов, который действительно по показаниям доступен всем пациентам в стране, и где фактически 100% гарантированный эффект от лечения. Я, на самом деле, попытаюсь остановиться на относительно новой информации. Это куда более спорная область. Это мутация, которая ассоциирована с резистентностью к терапии ИРЭСа или торцевой, с приобретённой резистентностью. Это мутация Т790М. Примерно половина случаев резистентности опухолек терапии связана с тем, что возникает дискретная мутация, которая изменяет конформацию рецептора. Что меняется при этой конформации? При этой конформации рецептор больше не может связываться, эффективно связываться с теми препаратами, которые действовали раньше, ИРЭСа или торцева. То есть, если раньше ИРЭСа или торцева удавалось бороться с активированным рецептором, то сейчас нарушается связывание, рецептор остаётся активированным. Что существенно, что именно в отношении мутации Т790М создано новое поколение препаратов, которые уже ориентированы на вторую мутацию. И опять же, благодаря тому, что сейчас эти препараты начинают применяться, есть довольно большое активное информационное сопровождение. Мы про эти мутации знаем больше, чем знали раньше. Но проблема заключается в следующем. Даже если вы возьмёте регистрационные показания для назначения препаратов, то, по идее, анализ вот этой второй мутации Т790М может под некоторыми тестами делаться на старте лечения. Действительно, в некоторых опухолях изначально мутация Т790М в отдельной пропорции клеток присутствует. Это так. И если вы вообще посмотрите рекомендации, то если вы в самом начале лечения сделали полный тест, активирующая мутация, активирующая мутация, вот они, экзон-19-делеция и Т790М, и мутация резистентность Т790М, то, по идее, такие пациенты, они ранее так писали, не должны получать лечение обычными ингибиторами, которые легко доступны. Ну, посмотрите, мы на самом-то деле огромные исследования собственными силами провели. Огромное число опухолей, которые включены в исследования, посвящённые в этой второй мутации. Ну, первое, первое. Надо понимать, что вообще сами методы, сами методы детекции этой мутации, они запряжены с огромным количеством артефактов и ошибок. Это отдельная работа, которая здесь не показана. Но что существенно, мы довольно убедительно показываем. У нас большое количество пациентов получали терапию. Это 68 пациентов. У них же у всех активирующая мутация есть в GFR. Вот это, либо экзон-19, либо делеция-858. У двух из них на старте, ещё до начала лечения, обнаружена вторая мутация Т790М. Обе эти пациентки прекрасно ответили на терапию. То есть, фактически, что показывает наше исследование, что на самом деле рекомендации неверные, систематические подобные вещи никто не изучал. И на старте присутствия мутации Т790М ровным счётом не должно учитываться, потому что там две пациентки. У одной полный клинический ответ, который длился 8 месяцев, а у другой частичный клинический ответ, который длился 12 месяцев. Это ровно то же самое, что мы видим у пациенток без мутации. Да, это важная работа, потому что здесь же всё-таки тысячи пациентов включены на старте. Но вот эти два случая говорят, что информация, сопровождающая диагностические наборы, она неверная. Алк и роз транслокации. Ну, соответственно, что такое перестройка, что происходит? У нас есть в кеназах алк и роз, это кеназы-близнецы, к ним схожие препараты. Они в результате генной перестройки оказываются в совсем другом участке генома и образуют химеры с другим геном. В результате оказывается, что вот этот активный домен у них активирован вне зависимости от регуляции. Это и приводит к опухолевому росту. Что очень важно понимать. Ну, во-первых, алк и роз иногда говорят с скороговоркой, но надо понимать, что если старый препарат, кризотениб, он хороший, там думать не надо, он действует как на алк транслокации, так и на рост транслокации, то более новые препараты, которые позиционируются как алк ингибиторами, не все из них обладают активностью по отношению к роз кеназам. Это первое. Второе надо помнить. АЛК транслокации диагностируются чаще, рост транслокации диагностируется меньше. Они реже бывают, к ним меньше внимания. А именно при рост транслокированном раке очень хороший, очень длительный ответ на терапию именно кризотенибам. То есть на самом-то деле за таких пациентов имеет смысл бороться, потому что у них показатели результативности лечения в 2-3 раза превышают таковые для АЛК. То есть это гены похожие, а РОС-1, будучи более редкой мутацией, еще более благодарная мишень для терапии, по крайней мере, простой, доступной. Ну и самое важное, что мне хотелось, чтобы запомнились, очень молодые пациенты, особенно не курящие, которые до 40 лет, редко, но бывают, у них как минимум 50% случаев содержат либо одну транслокацию, либо другую. Их надо максимально тщательно обследовать. Ну тут можно и похвастаться, потому что на самом-то деле нами разработан довольно остроумный тест, который позволяет выявлять эти транслокации, перестройки абсолютно на той же платформе, что и GFR-мутацию. То есть у нас эти все тесты проводятся фактически на одном дыхании. Это и время ускоряет, и стоимость снижает. И, в общем-то, приятно говорить, что вот эта работа, на самом-то деле она была отмечена среди событий года в таракальном онкологии, когда она появилась в 2015 году. Редко бывает, чтобы сделать, в общем, подобную работу, которую другие так бы заметили. Метмутации. На самом-то деле регистрации препарата еще нет, но она, несомненно, будет, потому что все тот же кризотениб, он изначально разрабатывался как метингибитор, и его воздействие на киназу-АЛК являлось побочным эффектом препарата. Это случайно обнаружили, что у того единственного пациента, который ответил на терапию, никаких признаков аномалий гена МЕТ не было, и тогда у него открыли алк-транслокацию. Так кризотениб стал алк-ингибитором, а изначально он позиционировался как ингибитор киназы МЕТ. 2,5% пациентов с раком легкого имеют точковые мутации в гене МЕТ. Если мы берем пожилых пациентов, которые старше 70 лет, это 10% пациентов, это намного чаще, чем АЛК и РОС, транслокации вместе взятые. Но здесь пока идут регистрационные испытания, тест этот есть, он доступен, ну почти наверняка, в общем, эту мутацию анализировать будут, и она будет включена в испытания. РАФ-мутации. Здесь на самом деле зарегистрирована комбинация двух ингибиторов, РАФ и МЕК. Ну, насколько я понимаю, эта диагностика сегодня не поддерживается, по крайней мере, системно, в отличие от диагностики РАС, РОС и АЛК и ГФР. Это связано с тем, что сама комбинация ДАПРОФИНИП и ТРАМИТИНИП дорогая, пациентов таких мало, 1,5% и искать их, это дело неблагодарное, в общем-то, а зря, потому что на самом-то деле у них тоже довольно хороший эффект на терапию, если, разумеется, есть средства на закупку подобных препаратов. Как мы реально работаем? Все-таки на сегодняшний день диагностика делается последовательно. Сначала и ГФРом. Все эти мутации, они в реципрокных соотношениях. Если есть одна, то не будет другой. Сначала мы делаем и ГФР-тест, и нашли, потом делает АЛК. Существенно мы стараемся сделать даже КРАС-мутации, потому что они часто бывают, и это позволяет исключить нам целесообразность поиска дальнейших транслокаций. Ну, эта схема может меняться. Например, если пожилой пациент, то сразу после ГФР я бы делал МЕД-мутацию, а не АЛК-транслокацию, потому что шансов найти раз в пять больше. Препарат абсолютно тот же, кризотениб. Если очень хочется, можно обосновать его назначение, если он есть. Ну, в рамках вполне правового поля, на то и консилиумное решение. В общем-то, это называется жизненно важные показания. Здесь какие-то ресурсы есть, ссылаясь на литературу. Приоритизация. Все-таки самое главное, чтобы врачи примерно понимали, что мы хотим получить. Наиболее высокие шансы найти транслокацию у некурящих. Соответственно, если пациент некурящий, то вероятность найти какую-то из хороших мутаций процентов 50. Если что-то не находите, вы чего ожидаете, может быть, и стоит повторить тест, потому что все-таки 50% это много. То же самое касается рак у женщин. Вне зависимости гистологического типа. Все те же мутации, на самом-то деле, высока вероятность их обнаружения. Рак у молодых. Вот тут как раз в первую очередь надо искать транслокации. Для алк и роз все хорошо, для них препараты зарегистрированы. Для рет-транслокации, где тоже есть препараты, например, в андотонипы, еще другие рет-ингибиторы. Нет регистрации, нет тестов. Ну, опять же, на самом-то деле, кое-какие препараты у нас в стране зарегистрированы по другим показаниям. Если молодые пациенты, в принципе, рет-транслокации мы стараемся делать. И единичные больные все-таки эти препараты получают по каким-то особым показаниям. И рак у пожилых начинает надо с двух метаций. Разновидность мутации GFR и мутация в гене МЕД. Там маленькая шанса найти транслокации. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Евгений Наумович. Блестящий доклад, как всегда. А мы сейчас в Краснодар. Можем выйти? Краснодарский онкологический диспансер. Безусловно, хотим поблагодарить вас за доклады. Очень познавательно для нас, очень интересно. Возник вот по ходу прослушивания информации такой вопрос по поводу все-таки PDL-экспрессии. Скажите, возможно ли считать этот метод как уже вот таким достаточно рутинным маркером для определения или для предсказания эффективности? Спасибо. Я понял ваш вопрос. Давайте все-таки разграничим. Во-первых, у нас есть регистрационные показания, к которым надо относиться предельно уважительно, потому что на самом деле проводились исследования, зарегистрированы препараты. Если написано, что рекомендуется этот статус учитывать, то открещиваться от этого было бы, по крайней мере, непрофессионально. Но при этом я все-таки должен сказать, что у меня своя точка зрения на этот счет есть. Первое. Даже в условиях Европы, даже сертифицированные лаборатории имеют очень низкую частоту полного совпадения результатов. Это связано тем, что сам метод, который есть, он пригоден для использования, но не пригоден для воспроизведения. Учитывается прокраска опухолевых клеток, учитывается окраска клеток иммунной системы. Надо понимать, что опухоли гетерогенные, поэтому единичная биопсия, которая у вас есть, полной картины не дает. Я плохо отношусь к методам, которые в разные лаборатории или в разные временные точки дают разные результаты, которые влияют на решение. Второе. Сам по себе порог теста. Один процент клеток, который демонстрирует хоть какую-то окраску. В него и так попадают большинство опухолей. Не все. Это процентов 60. Но большинство. Соответственно, в общем-то, понимая, что все равно речь идет о достаточно тяжелой группе больных, ну, все-таки надо иметь очень веские основания, чтобы кому-то назначать лечение, а кому-то отказывать, потому что даже в группе с негативной экспрессией ответы на лечение все равно есть. И их частота сопоставима с частотой той группы, где, допустим, процент окраски между одним процентом и 10 процентов. Третье. Если брать более значимые параметры, на мой взгляд, куда более значимые корреляции с вероятностью ответа наблюдаются для анамнеза курения. Если пациент курил, у него высокая мутационная нагрузка и высокая вероятность ответа. Если человек не курил, у него низкая мутационная нагрузка и вероятность ответа низкая. Четвертое. На сегодняшний день несколько препаратов зарегистрировано, они похожи как близнецы и братья. Но если, допустим, для одних препаратов ПДЛ-тест входит в регистрационные показания, то для отеза или зумаба, ну который, в общем-то, похож, те же регистрационные испытания корреляции с ПДЛ не продемонстрировали. Именно поэтому, если взять американский опыт, то там налицо абсолютно, что регулярно врачи стараются назначать отеза или зумаб в первой линии комбинации с химиотерапией. Да просто логистически проще, потому что всем подходит, тест делать не надо. И, в общем-то, есть здесь какие-то, как сказать, логика. И, наконец, пятое. Я думаю, что если появится полуавтоматизированная платформа, которая у нас на сегодняшний день позволит так или иначе эти тесты сделать более автоматизированными и более производимыми, то, наверное, будет лучше. Ну, в частности, мне очень привлекают исследования, которые показывают, что если брать не ПДЛ-1.1, а его рецептор ПД-1, выясняется, что РНК-тест, который более автоматизированный и более самостоятельный, он дает вполне приличные результаты. Если брать подход фирмы РОЖ, они отрицают необходимость ПДЛ-тестирования иммуногистохимического, но у них закрытая система РНК-тест, индекс, состоявший из трех молекул. Это никогда не будет работать нормально, потому что это закрытая система, там, ну, фактически речь идет о централизованном тестировании, что абсолютно неприемлемо для всего мира. Но сам подход, он верный, потому что когда у вас полуавтоматизированный метод, вне зависимости от того, где получается результат, он будет одинаковым. Если мы говорим про персонализированную медицину, только будут оставаться те методы, которые имеют минимальный субъективный компонент, которые объективные. Спасибо большое. Спасибо, Евгений Ильич. Будут ли еще вопросы? Татьяна Юрьевна, а можно мне небольшой вопрос? Да, конечно, Мария Реонидовна. Спасибо большое за доклад, но вот у меня такой вопрос. По поводу мутации GFR, вы очень подробно рассказали по поводу T790M, но сейчас, уже имея опыт работы с осиммертинейбом, постепенно пациенты начинают прогрессировать. И встает вопрос о механизмах резистентности. В литературе одним из механизмов резистентности описывается появление мутации C797S. Вот мне очень интересно ваше мнение по поводу этого. Может быть, вы уже встречали в своей практике, выявляли эту мутацию. И возможно ли ее выявлять методом, не знаю, жидкостной биопсии? Или это только нужно секвенирование? Вот что вы думаете по этому? Какое ваше мнение? Спасибо, я понял вопрос. Давайте мы разграничим. Во-первых, у нас есть жидкостная биопсия и анализ реобиопсии. В одном случае плазма, в другом случае ткань. А вот методы, которые используются для анализа ДНК, ПЦР, секвенирования, секвенирования нового поколения, они одинаковые, вне зависимости от источника. Давайте начну с простого. Возможности жидкостной биопсии на сегодняшний день преувеличены, потому что, по крайней мере, для аденокарцином, где нет участков некроза и где, в общем-то, очень маленький распад клеток, жидкостная биопсия очень мало что дает. У нас десятки пациентов, у единичных пациентов жидкостная биопсия позволила что-то определить дельное. Поэтому делать надо, потому что не инвазивный метод. Если есть какая-то возможность сделать инвазивный тест, хотя бы пункцию, это лучше, потому что это на порядок лучше. На сегодняшний день, если сходу повезло и на жидкостной биопсии, на плазме что-то нашли, слава богу, если не нашли, и сразу делаем повторную реабиопсию, если это можно. Достаточно цитологии. Мутацию 797 мы уже видели, но, честно говоря, насколько это диагностически значимо. Да, у этих пациентов много чего можно найти, потому что вот эта реабиопсия позволяет найти, если у вас есть ткань, мутацию 797, хорошо. Может исчезнуть мутация Т790, это означает чувствительность к рессе, такое бывает, когда другой клон есть. Может появиться амплификация гена МЕТ, это тоже хорошо, кризотениб. Может появиться экспрессия гена ХЕР2, это тоже хорошо, потому что там есть тростузумаб, херцептин. Может появиться мутация гена БИРАФ. В этом плане желательно не просто даже реабиопсия, хотя бы, чтобы количество клеток измерялось несколькими сотнями, тогда можно выполнить все эти 5 тестов. У нас есть подобный клинический опыт, мы все вот эти события изредка, но видели. Не могу сказать, что большой единичный случай, но то, что вообще парадигма меняется, что этих пациентов в первую очередь надо обследовать у хирургов, то есть можно ли без опасности и без страданий для пациента извлечь материал для дельного анализа, это полезно. Значит, жидкостная биопсия худо-бедно сможет у вас достоверно определить никакой из этих параметров на асиммертинибе. Я вот так задумался. Все, что мы говорим, исчезновение Т790, амплификация МЕД, амплификация ХЕР2, вы на жидкостной биопсии никогда не определите. Вы можете определить мутацию БИРАФ, но это мало вам чем поможет, потому что один пациент в мире описан. Мы не можем на это рассчитывать.